Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастро-книги. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш увлекательный разговор про пищевод, желудок, пищеварение в целом, желчный пузырь под желудочной железой, печень, конечно же, и кишечник. И вот уже, я уже не считаю, в который день я выхожу в прямой эфир, и каждый раз удивляюсь цветопередачи. Потому что цветопередача, ну, как минимум искажает все цвета, то ли свет с такой стороны светит, то ли что-то еще, то ли вообще непонятно, что происходит, потому что оттенок, ну, каждый раз какой-то новый. Так же, как и те вопросы, которые вы задаете каждый раз, потому что каждый раз хотя бы несколько человек спрашивают о том, какого же цвета должны быть у человека какашки. То ли они должны плавать, то ли должны тонуть, то ли должны весело булькать пузырьками, так же, как и цвет языка, например. У кого-то он зеленый, у кого-то синий, у кого-то желтый, а у кого-то становится коричневым. Так вот, на самом деле, это все вопросы цветопередачи и цветовосприятия. Потому что нет у человека, во-первых, насмотренности, а во-вторых, эталона цвета. Поэтому и возникают такие вопросы. Кому-то кажется, что появился такой-то оттенок, кому-то кажется, что другой. На самом деле, ключевого значения это не имеет. Ключевое значение в отношении цвета языка, какашек или чего бы то ни было в организме, имеет очевидное изменение. Не то, к которому надо прислушиваться, присматриваться, приглядываться. Такие явные цвета, как белый, черный, красный, желтый, зеленый, ну, может быть, синий. Хотя синего, на самом деле, наш организм практически лишен. Синий нам приходится добавлять извне, ну, там, кто как. Так вот, перейдем, наверное, к вопросам. Перед тем, как на них начать отвечать, скажу, что гастрогруппа по кишечнику стартует 20 октября. В 18 часов мы начинаем работать уже. И будем работать вместе целую неделю. Тем, кому интересно, как это происходит и как решаются вопросы, связанные с пищеварительной системой, а в частности с кишечником в гастрогруппе, завтра я проведу отдельный вебинар, который состоится в 16 часов по Москве. Если вы хотите на него попасть, пожалуйста, по ссылке в профиле, welcome, присоединяйтесь. Теперь поехали. Как долго лечится хронический колит? Если это обычный, банальный колит без каких-то неприятных бонусов, то в среднем лечение занимает несколько месяцев. Порядок цифр в зависимости от степени, интенсивности и расположения воспалительного процесса от 1 до 3 месяцев. Частая отрыжка воздухом. В чем причина? Причин может быть много. Например, человек слишком много заглатывает воздух, и он непроизвольно отрыгивается. Или есть проблема, например, воспаления или раздражения пищевода или желудка. Дивертикулит. Есть ли спасение? Бывают разные ситуации. Например, дивертикулит, когда дивертикул воспалился, или просто наличие дивертикулов, которые не называются дивертикулитом, а называются дивертикулярной болезнью. И в том, и в другом случае спасение есть. А если не лечить дивертикулит, то возникают какие-то серьезные осложнения. Что такое гастропатия? Это определенный вид воспаления в желудке, который не приводит к образованию язвы в моменте. То есть, короче, дальше пошла высокая материя. Это один из видов воспаления в желудке. Очень интересный вопрос. Ух ты, его сколько накидали уже. Какие нужно сдать анализы, чтобы прийти к вам на прием, если беспокоят запоры? Можно где-то получить список. Но, смотрите, при запорах бывают абсолютно разные анализы. Давайте я вам объясню на простом примере. Например, у человека возникают запоры. И у нас есть, например, 100-500 разных анализов, которые надо сдать. Можно сдать все 100-500 и вообще все сразу проверить. Но это будет too much, перебор. Поэтому мы используем какую-то предварительную ориентировку. Например, уточняем какие-то детали и становится понятно. Например, запоры, связанные могут быть с воспалением в кишечнике. И для этого нам нужно не 100-500, а 50, например, анализов. Или, например, запоры, связанные с нарушением питания. И тогда нам вообще не нужны анализы. Например, запоры связаны со щитовидной железой. И тогда нам нужны другие 50 анализов, а не весь огромный объем анализов. Таким образом, мы более прицельно и более целенаправленно идем дальше. Поэтому, заранее, ничего не зная о ситуации, надо сдавать все по полной программе. Тогда это однозначно будет избыточным. Если вы на это готовы, сдавайте все подряд. Если вы на это не готовы, тогда нужно идти ко врачу на прием. Врач выбирает тот необходимый объем, который будет достаточным. И, соответственно, исходя из этого, становится понятно, что делать. Зачем сдавать анализ на кальпротекин и скрытую кровь, если программа показывает эритроциты или экоциты? Затем, чтобы потом 2 или 3 раза лишних не делать колоноскопию. Такой ответ вас устроит. Но вообще у каждого анализа есть своя чувствительность и своя специфичность. Например, если кишка порвана в лоскуты, тогда эритроциты или экоциты будут. Если там есть какое-то махровое воспаление, но еще кишечник не в хлам, тогда вас выручит, наверное, скрытая кровь и кальпротектин. Воспаление поджелудочное, чем снять? Слушайте, воспаление не снимается, его надо вылечить. Поэтому, если вы будете пытаться снять воспаление с поджелудочной, ничего не получится. Как только вы чуть-чуть подснимете, верхний слой, как карту с игральной колоды, оно снова вернется, потому что вы не убрали его полностью и не вылечили полностью. И потому что не устранили причину. Зачем пугаете людей? СРК не может привести к чему-то серьезному. Я не знаю, почему вы так решили. Наверное, потому что кто-то из докторов написал об этом у себя в сторис. А я вам скажу, что специально написал, ссылаясь на результат исследования. Специально это написал, предвидя, что многие могут это воспринять не совсем так. Но вообще в этом, на самом деле, большая беда нашего здравоохранения и нашей медицины. В том, что вместо того, чтобы давать людям результат, давать людям пользу, врачи начинают цепляться друг за друга и пытаться вылезти на чужом горбе. Знаете, как это называется? Вместо того, чтобы иметь целостное консолидированное медицинское сообщество, как, например, в остальных странах во всем мире, в Германии, в Штатах, в Чехии, в Испании, у нас врачи очень любят хаять друг друга, говорить, вот именно этот врач, вот он козел, точно. Потому что он вот так вот написал или он вот так вот сказал. И тогда вся вот эта высокая наука медицинская превращается, я очень люблю женщин, но простите меня, в этой ситуации я вынужден использовать именно это сравнение, в рыночный базар между двумя базарными бабами. Вот я лично это не приемлю. В такие споры не ввязываюсь и основываюсь только на том, что реально есть. Кроме того, друзья мои, и это, наверное, очень важный момент, я бы хотел, чтобы вы его услышали. Бывают разные врачи. Я никого не считаю плохим или хорошим. Я смотрю только на один критерий. Должен быть результат. Если доктор приносит результат, наверное, это хороший доктор. Если доктор не приносит результат, наверное, он где-то недорабатывает, и тогда ему надо поучиться. Для того, чтобы не быть голословным, я вам скажу, что у меня есть ученая степень. Я написал достаточное количество книг для пациентов и достаточное количество практических руководств для врачей. Я могу это показать. Многие врачи, которые строят из себя какой-то эталон, к сожалению, не могут этим похвастаться. Я не хвастаюсь. Я говорю это для того, чтобы вы поняли. Сейчас, наверное, самый важный момент. На сегодняшний день я могу сказать, что я независимое мнение имею. Что значит независимое? Я независим от государственных структур, и у меня нет никаких ограничений в связи с этим. Я независим от каких-то клиник, и у меня нет ограничений, связанного с этим. Я независим от потока пациентов, потому что у меня он слишком большой, и я не заманиваю к себе никого. Попробуйте, запишитесь, называется, при условии стоимости приема. Я не заманиваю никого никуда. Я не продался фармацевтическим компаниям, поэтому могу говорить то, что реально считаю нужным, говорить без каких-либо купюр и ограничений. И я, друзья мои, не занимаюсь рекламой. Вы это, наверное, видите. Если для вас такой подход имеет ценность, можете слушать его дальше. Если для вас такой подход не имеет ценности, пожалуйста, как это, можете отписаться, закрыть прямой эфир и смотреть кого-то другого. Наверное, как-то так. В этом, собственно, и заключается моя независимая позиция. Поэтому я бы хотел, чтобы у кого-то получился хотя бы какой-то результат, возможный от прямого эфира. Если кто-то может бросить костыли и пойти, пожалуйста, бросьте костыли и идите. Если вы хотите зарядить сейчас воду, бегите скорее за стаканчиком, ставьте перед экраном телефона и пусть он принесет вам больше здоровья. Пусть у людей пройдет гастрит, пройдет холецистит, рассеется тревожность и туман перед глазами и будет вам счастье. Так вот, поэтому можно ли при лечении ГР пить мультивитамины? Конечно, можно. Конечно, можно. Потому что в некоторых случаях не часто, я специально делаю какие-то оговорки, чтобы это было понятно, в некоторых случаях не часто, дефицит каких-то витаминов может сказываться на сократимости гладких мышц, в частности гладких мышц пищевода. Эрозия желудка как может быстро перерасти в плохое? К счастью, не быстро. К счастью, не быстро, друзья мои. А почему? Да потому что время должно пройти. Время должно пройти. Вот. Поэтому не сразу. Поэтому у нас есть какие-то нормативы, регламенты, что если эрозия в желудке не заживает более полугода, тогда надо подумать о консультации онколога и пересмотреть свою тактику лечения. Рассеянный склероз может нарушать работу ЖКТ? Не то, чтобы может, а всегда и нарушает. Если рассеянный склероз это серьезное действительно заболевание есть у человека, то ЖКТ в этом смысле всегда летит. Всегда летит моторика в первую очередь. Но рассеянный склероз, к сожалению, очень долго ставится диагноз. Очень долго. Есть вопросы сейчас с неврологами, потому что очень много неврологов, которые занимаются конкретными заболеваниями и мало неврологов, которые занимаются именно диагностикой. Поэтому, к несчастью, именно рассеянным склерозом страдает молодежь, в основном молодые красивые девушки, там в возрасте 25-35-40 лет, у них дебютирует эта проблема. И очень часто с каких-то спонтанных, абсолютно непонятных симптомов. То есть раз что-то случилось, какое-то недомогание, какая-то вот именно сейчас по понятности этих симптомов, это можно назвать хворь или сглаз. Вот реально, какая-то вообще необъяснимая история начинается. Люди начинают ковыряться, идут к одному врачу, к второму, к третьему, и в конце концов, там за год или за два им ставят диагноз. Некоторым счастливчикам ставится быстрее. Так, антитела к хеликобактеру лечить нужно и как? В основном гастропанель в норме. Антитела к хеликобактеру не нужно лечить, так же, как и любые антитела, сами по себе, они не требуют лечения. Это просто компонент иммунной системы, который, к сожалению, в отношении хеликобактера абсолютно бесполезен. Поэтому надо перепроверить, есть ли реальный хеликобактер, а не антитела. И тогда, если она есть, вылечить, если ее нет, не лечить. Колоноскопия через сколько можно делать удаление полипов? Через сколько от чего? Если мы говорим про колоноскопию, через сколько от чего делать? От прошлой колоноскопии или от удаления полипов? Эндоскописты рекомендуют делать через 1-3 года. Но мы с вами понимаем, что эндоскопические критерии немножко отличаются от критериев потребительских. Потому что через 1-3 года эндоскописты хотят увидеть новый полип и его удалить, если он возникнет. Но наша задача немножко больше. Нам надо бы сделать так, чтобы убрать то воспаление и ту причину, которая долго существовала в кишечнике и привела к образованию полипов. Поэтому нам надо после удаления полипов лечить кишечник, после чего сделать контрольную гастроскопию. Для чего? Для того, чтобы подтвердить, что человек выздоровел. Кроме того, мы закладываем обычно ошибку, которая возможна при колоноскопии. И если не удален был полип с дисплазией, тогда лучше переделать через полгода, для того, чтобы увидеть, есть ли там какие-то другие полипы, которые, может быть, пропустили при этом обследовании, и точно их удалить. Иглонил чем помогает желудку? Ничем. Иглонил чуть-чуть влияет на моторику, но его действия слабые. В основном его используются для коррекции психологических проблем. При лечении хеликобактера антибиотиками не происходит ли рост численности клостридиев? Нет. Это возможно только у людей, которые относятся к так называемой группе риска. Они заранее известны, и им, соответственно, надо быть аккуратнее с антибиотиками. Стафилококк в животе, в кишечнике. Как лечить? Ребенок 6 лет. Слушайте, не лечите ребенка сами в 6 лет. Отведите ребенка к педиатру. Пусть человек, который изучал эту проблему и сталкивался с ней многократно, и знает к этому подход, пусть он этим занимается. Потому что стафилококк, во-первых, не в животе все-таки, а в кишечнике. Во-вторых, не факт, что его надо лечить в принципе. И третье, возможно, проблема, которая беспокоит ребенка, связана вообще не с кишечником и не с стафилококком, а находится в чем-то другом. Поэтому квалифицированный педиатр должен это определить и избавить вас от этой проблемы. Мучают поносы. Что делать? Ну, временно можно принимать лекарства против диареи. Временно. До того момента, пока вы не устраните причину этой диареи и не проверите свой кишечник. Потому что причин у диареи может быть миллион, реально. Начиная от нарушения щитовидной железы, нарушения переваривания в кишечнике, нарушения выработки веществ в желудке и кислоты, например. Начиная и заканчивая рассеянным склерозом, раком кишечника и много чем еще. Поэтому нужна хотя бы какая-то детализация для того, чтобы понимать, как двигаться дальше. Например, ну что это такое понос? Это 50 раз в день или 20 раз в день или 5 раз в день. И то, и другое понос. А жидкая ли там консистенция или какая-то другая консистенция? Это тоже вопрос. Связано это с приемом пищи или не связано? Вот от этих вот, собственно, деталей и зависит то, что мы имеем. Болезнь Жильбера, Белирубин 50, постоянно слышала, понижает фенобарбитал. Есть ли смысл периодически принимать? Но, смотрите, прежде чем говорить о синдроме Жильбера, надо получить для этого подтверждение. Потому что Белирубин 50 может быть и при болезни печени. Например, при циррозе печени. И у человека, у которого есть синдром Жильбера, может возникнуть цирроз печени? Конечно, легко. И тогда можно всю оставшуюся жизнь до печеночной комы списывать повышение Белирубина 50 на синдром Жильбера. В то время как цирроз крепчать будет за этот период. Поэтому надо проверить проблему с печенью, есть она или нет. Подробно о том, как это сделать, какие анализы нужны и как это все лечится, есть в книге, о чем молчит печень. Читайте, дорогие друзья. Почему после еды ощущение жара пару часов, горит лицо и в груди, ощущение возбудимости, а после наступает слабость. Сахар и холестерин в норме, что проверять? Надо правильно проверять и сахар, и холестерин. Ну, холестерин, скажем, здесь ни при чем, а вот сахар надо проверять однозначно в моменте. До того, как вы поели, в процессе, когда вы едите, и после того, когда появился жар, и после того, когда он отпустил. Тогда можно говорить о том, что это с сахаром никак не связано. Кроме того, это может быть связано с гормонами щитовидной железы, или с гормонами надпочечников, или с каким-то серьезным воспалением в самом желудке или кишечнике. Купол слепой кишки выпухает шаровидное образование. Что это? Интересно, как вы узнали о том, что именно купол и выпухает, выпухает, выпухает шаровидное образование? У меня есть два варианта, исходя из скудности самого комментария. Ну, я понимаю, это связано с тем, что сюда не влазят большие сообщения, но тем не менее. Если это ваше предположение и домысел, и, например, вы знаете, где находится купол слепой кишки, смотрите на свой живот, и там что-то выпухает, тогда, наверное, надо проверять кишечник. Если же мы с вами понимаем, что это не просто предположение, а по результатам гастроскопии сделали такое обследование, или колонскопии сделали такое обследование, и увидели, что там что-то выпухает, тогда это вопрос к эндоскописту, потому что он и должен был на него ответить. Он должен был сказать, что это? Это образование самого купола слепой кишки, или это внешнее образование, или что-то еще. Исходя из этого комментария, становится понятно, что делать дальше. Либо делать еще раз колонскопию и брать оттуда биопсию, либо делать компьютерную томографию живота, или МРТ живота, с контрастом или без контраста. Поэтому, собственно, это и будет определять, что происходит дальше. После отравления сладко во рту, это может быть поджелудочная железа воспалена? Слушайте, ну после отравления, если у вас сладко во рту, простите меня, вас, наверное, вытошнило конфеткой, которую вы съели, и поэтому вам стало сладко во рту, потому что она не переварилась, и не успела перевариться, и иногда рвотные массы тоже имеют сладковатый привкус. То ли потому, что вы съели что-то сладкое, и оно пошло назад смотреть, что происходит снаружи, то ли потому, что часть углеводов в рвотных массах уже расщепилась до более мелких, а они имеют сладковатый привкус. Такое бывает. Поэтому именно на этот симптом внимания, скорее всего, не надо обращать. Надо обращать внимание на то, что у вас рвёт, и то, что было отравление. Оно закончилось? Если отравление не закончилось, и вас всё ещё рвёт, то пора лечиться. Возможно, это какая-то кишечная инфекция. И, возможно, имеет смысл подумать о том, чтобы добраться до больнички. Второй вариант. Если отравление уже закончилось, тогда почему вас тошнит и рвёт? Вопросы? Вопросы. А если отравление закончилось, и вас не тошнит и не рвёт, а привкус сладковатый во рту остался, тогда, скорее всего, проблема связана с полостью рта. И во время рвоты возникли какие-то проблемы в самой полости рта. Может быть, повреждение желчи или чем-то ещё. Ну, что-то я долго задержался на этом вопросе. Почему камни в желчном пузыре образуются снова после растворения? Потому что причина не устранена. Потому что растворить сам камень можно, и вы уже это поняли. А вот причину, из-за которой он там начал появляться, вы не убрали. Вот её надо найти и обезвредить. Второй вариант тоже может быть. Потому что иногда УЗИ неправильно видит камни. И это был не камень, а что-то ещё. Была какая-то ошибка в визуализации, которая называется артефактом на УЗИ. И посчитали, что это камень. Потом сделали УЗИ. Не было вот этого артефакта. А камня вообще никогда не было. А потом сделали УЗИ, снова увидели артефакт. Поэтому здесь надо посмотреть немножечко картинки. Почему после приёма пищи возникает кашель? Возможно, вы съели что-то, на что возникает аллергическая реакция. Тогда такое возможно. Возможно, вы съели что-то сухое. И тогда возникает першение. Возможно, есть рефлюксная болезнь, от которой возникает заброс содержимого. И это провоцирует кашель. Потому что кашель может быть эквивалентом изжоги или аналогом изжоги. Или внепищеводным проявлением рефлюксной болезни. Какие порекомендуете лекарства для кишечника ребёнка, чтобы повысить его иммунитет? Ребёнок часто болеющий. Смотрите, часто болеющий – это не ключевая характеристика ребёнка. Ключевая характеристика ребёнка – это его возраст. Потому что бывают дети, например, в годик. И это одна история. Бывают дети в 5 лет. Это другая история. Бывают дети в 15 лет. И это третья история. А кто-то спрашивает, помогите мне, как подлечить ребёнка. А я спрашиваю, сколько лет? Они говорят, 35. Ну, такому ребёнку было бы неплохо поставить, как это говорят-то, клизму с перцем, чтобы он сам начал заниматься своим здоровьем. Мой вопрос пропустили. Да, я много вопросов пропускаю, потому что на все из них, конечно, я ответить не могу. Потому что в среднем за эфир прилетает около 10 тысяч комментариев. Я их даже все прочитать не могу. Поэтому давайте вернёмся к реальности, дорогие друзья. И посмотрим, какие вопросы прислали вы. Так, давайте что-нибудь актуальненькое. Актуальненькое. Как избавиться от паразитов? Слушайте, наверное, каждый раз на этот вопрос отвечают. Сначала нужно их найти. Найти и подтвердить, что они реально есть. Потому что есть куча анализов, которые показывают просто какую-то косвенную реакцию на паразитов, которые, может быть, когда-то были. И, например, вот те же самые антитела. Антитела – это не паразит. Это реакция на паразита или на его часть. Сейчас абсурдную гипотезу вам скажу. Например, вот вы приходите в гости. Приходит человек в гости. Приходите, а там собака бегает. Собака, значит, постоянно лижет себе гениталии, лижет попу. И вы думаете, наверное, у неё глисты. Ещё она шерсть разбрасывает везде. А, наверное, у собаки и правда глисты. И вместе с шерстью, и с выделениями из заднего прохода, из неё иногда выделяются яйца. Яйца или какие-то глисты, но уже разорванные в клочья, нежизнеспособные. Это всё превращается в пыль. У человека, у которого собака, у него пыль-то летает по комнате. И вы такие раз её и вдохнули. И иммунная система теперь знает, как выглядят кусочки глистов. И теперь у неё на эти кусочки глистов есть антитела. Вы сдаёте кровь и думаете, блин, таксокара. Всё. Надо гнать глистов. А их нет. Или, например, вы думаете, что там какие-нибудь ещё другие глисты. Сдаёте какой-нибудь анализ. Знаете, приходите, держитесь за палочку. Вам говорят, электричество и тайная сила Земли показывают, что в печёнках сидит глист. И говорят, вот только у нас покупаете это с надобья. Задорого, но можно в рассрочку. И вы начинаете пить, и кажется, что глисты то проходят, то не проходят. То вы их видите со слизью в какашках. Но если вы их видите что-то похожее на глисты со слизью в какашках, это точно не они, друзья мои. Это признак серьёзного воспаления в кишечнике, которого надо лечить. Вот в чём дело. Поэтому сначала надо найти глиста, подтвердить, что он действительно есть. Тогда будет понятно, какого он вида, и какие у него, соответственно, свойства, и какая продолжительность жизненного цикла. И исходя из этого, тогда можно будет избавиться от него полностью. Как не потерять вес при диете во время лечения ЖКТ? Вот это, наверное, правильный вопрос. Самый правильный, который я давно хотел от вас услышать. Смотрите, на сегодняшний день большинство ограничений, связанных с пищеварительной системой, устаревшие и избыточные. Устаревшие и избыточные. Поэтому, когда люди имеют проблему в желудке, например, и садятся на первый стол, они перестают питаться нормально, и из-за этого у них возникают запоры. У кого такое было, поставьте сердечко. Кто-то, кто абсолютно здоров, но ему говорят, что у вас, слушайте, панкреатит, у вас холецистит, вообще нельзя ничего не есть, садится на пятую диету и начинает худеть. А поскольку он был изначально нормального веса, он начинает не то, чтобы худеть, он начинает исчезать. Кто сидел на пятой диете, поставьте, пожалуйста, сердечки. Кто-нибудь, у кого запоры приходят, ему говорят, да, диета 3-4. Ему говорят, соблюдайте. Человек начинает есть овощи, а у него уже давно запоры, и у него от этих овощей начинает распирание в животе появляться, вздутие, газообразование, боли усиливаются. И он думает, блин, что есть? У кого-то диарея, ему говорят, о, садись вот на этот стол, 3-4, и тогда будет тебе счастье. И он начинает есть, и его продолжает поносить поменьше, просто потому что он перестал есть, потому что в этом столе вообще ничего нет. И он не может набрать вес, а как только он начинает есть, его обратно начинает нести. Таким образом мы как бы отворачиваемся в проблему и говорим, что ее нет, просто я не буду есть то, от чего болит. То есть отрежу себе половину рациона, и все. Друзья мои, надо вылечить проблему. Вылечить гастрит 4-8 недель. Вылечить рефлюкс 8-12 недель. Вылечить панкреатит 2 попытки, как пойдет. Вылечить холецистит 2-4 недели. Вылечить дискинезию чуть подольше, там 3-6-9 недель. Вылечить воспаление в кишечнике, там чего осталось-то 1-2-3 месяца. И начать нормально есть. О том, какие ограничения реально нужны. О том, какие лекарства используются, и каким способом, и на что они действуют. О том, как это все правильно проверяется. О том, как осознать и увидеть у себя правильные симптомы. О том, как найти все причины и проверить их по списку. И как правильно интерпретировать эти конкретные результаты обследований. Мы будем говорить, начиная с 20 сентября на гастрогруппе в течение целой недели. От вас потребуется 1 час в день и зарегистрироваться, чтобы принять участие. Подробно про гастрогруппу рассказываю завтра в 4 часа по Москве. Присоединяйтесь для того, чтобы присоединиться. Это будет отдельный вебинар. Идете на сайт Вялоф.ру или переходите по ссылке в профиле и регистрируетесь. Оставляете свое имя и почту. Вам на почту придет ссылочка. И по ссылочке перейдете завтра в 4 часа на вебинар. Так вот. После съеденного мучного болит левый бок и отдает в спину. Это опоясывающее? Нет. Это полуопоясывающее. Потому что болит левый бок и отдает в спину. Опоясывающее это как пояс, оно по кругу. Поэтому эта половинка, скорее всего, соответствует кишечнику. Диета это до поры. Надо есть все. Вот пью масло черного тмина, стало намного лучше себя чувствовать. Вы, моя дорогая и хорошая. Конечно, масло черного тмина сейчас очень хорошо рекламируют. Основываясь на одной великой книге, в которой написано, что оно может решить все проблемы человека. Но там надо читать это в правильном контексте. Понимаете? Конечно же, диета это до поры. Потому что она не вылечит воспаление в кишечнике. А она только скроет симптомы. А воспаление в кишечнике даст плодотворную почту для развития микробов. Для того, чтобы там появился полип. Полип, пока вы будете пить масло. Хоть какое, черное, белое, красное, кукурузное, или подсолнечное, или льняное. Оно будет всасываться в верхних отделах кишечника и уходить в бока. Может быть, чуть-чуть по желчи гонит. Но ничего, к сожалению, не вылечит. Именно поэтому в нашей стране много проблем. Так. Послушали ваше видео на ютубе. Очень много интересного. Благодарю. Спасибо вам большое. Может ли быть боль в кишечнике от дискинезии? Может быть. И эта дискинезия является промежуточным этапом. Это звено в развитии этой боли. Но есть причина и есть последствия. Вот их надо убрать. Причину в любом случае. А последствия, если они сформировались. И тогда вся эта история закончится. Гемоглобин 85. Скрытое железо низкое. Скрытое. Может быть, сывороточное. Что за скрытое железо? Скрытого железа не существует. Причины и как избавиться. Поэтому здесь мы однозначно говорим о том, что у человека есть реальная аномия. Если у человека гемоглобин падает с нормальных 120 до 85 за один день, то человек сразу падает в обморок. Потому что с таким железом жить нельзя. Поэтому качество жизни с гемоглобином 85 стремится к нулю. Но если этот гемоглобин падает медленно, то человек и к этому привыкает. Поэтому когда мы восстанавливаем ему гемоглобин в течение недели до уровня 120, человек считает себя суперменом. Просто таки железным человеком. У него открываются скрытые способности. Он начинает видеть. Он начинает слышать. Он начинает иметь силы, чтобы бегать, ходить и делать нормальную жизнь. Но если мы восстановим это железо, ничего не изменится в жизни этого человека. Потому что оно потом снова упадет. И именно поэтому гемоглобин и железо и аномия это отдельная тема, с которой надо разбираться. И наверное не меньше недели. Чтобы разобраться во всех причинах. Во всех. А она может быть не одна. Их может быть две. Их может быть три. Их может быть пять. И это требует реально много времени, чтобы это узнать. А потом чтобы проверить. Чтобы проверить. Вот это уже быстро. Поэтому я хотел сделать группу по аномии. Но пока я вижу мало желающих. И поэтому не делаю этого. А вижу много желающих про кишечник. И поэтому делаю кишечник. Друзья мои. Поэтому под ваш запрос стараюсь адаптироваться. Стараюсь слышать от вас обратную связь. То, чего вы хотите. И то, чего вам надо. Но к сожалению, иногда громче всех кричат только единичные люди. И о том, чего всем людям не надо. Поэтому я стараюсь слышать то, что нужно всем. Или большему количеству людей. И делаю для них в основном. Хотя стараюсь слышать всех. Потому что проблемы у всех разные. Их реально много. И надо как-то со всеми разобраться. Панкреатит или кишечник? Врачи молчат. К вам вопрос, Кристина. Может вы их плохо спрашиваете? Или не так спрашиваете? Или не выстроены взаимоотношения с врачом? И он не хочет с вами разговаривать? Хорошо. Если эти отношения загублены, тогда ищите другого врача. Может быть он скажет. Второй вариант. Врач может быть молчит, потому что не знает. И третий вариант. Врач может быть молчит, потому что просто не любит разговаривать. А просто делает назначение, которое надо выполнять. Поэтому выбирайте того врача, с которым вы найдете общий язык. АСТ, ЛТ, биохимия в норме, желчь в желудке и боли вверху живота, посадили на диету и лекарства назначили. Так может быть надо это делать? Просто предположение? Может быть просто они неразговорчивые, но знают, что делают? Так тоже бывает. Потому что многие врачи реально разбираются в ситуации. Просто объяснять у них нет времени. Понимаете? Хотя мое глубокое убеждение, вот лично мое глубокое убеждение, во-первых, я онлайн не консультирую, раз вы спросили. Например, онлайн я провожу только гастрогруппы. Приходите, welcome. Потому что, поясните вообще, да? Хотите я расскажу, почему онлайн не работает? Потому что мне, чтобы полностью решить вопрос, нужен живот. Мне надо его потрогать, посмотреть и разобраться. На онлайн это никак нельзя сделать. И поэтому онлайн консультация превращается в некое обучение человека на то, что ему надо смотреть, на какие симптомы ориентироваться и в дальнейшее углубление. Так смысл это делать, слушайте? Смысл. Это занимает реально кучу времени. А обычная консультация в таком формате ничего не дает. Поэтому, конечно, если мы работаем в группе, тогда можно разобраться в симптомах. Ну, реально разобраться. Ориентироваться на какие-то определенные признаки. И это дает понимание. Дальше. Можно разъяснить все про причины. И это дает понимание. И можно проверить и проанализировать всю эту ситуацию. Дальше. Обследование. С обследованиями тоже надо как-то разобраться. У кого-то один листочек, а у кого-то мешок. Конечно, надо узнать механизм их анализа, алгоритм. Выбрать то, что важно из этого всего. И это можно сделать. В рамках работы в группе мы как раз этим и занимаемся. И лечение. Надо сформировать какие-то цели. Исходя из этого, выбрать инструменты. Просто выбрать. И становится понятно, что с этим делать. Вот. Поэтому в конце остаются вопросы, на которые я отвечаю. Это и есть работа в группе, слушайте. Мы этим и занимаемся. Только мы делаем это последовательно. Под контролем меня и кураторов. И что еще? И с учетом вашего вовлечения. Потому что без того, чтобы вы включились в процесс, в принципе, ни у кого не получится вылечиться. В принципе, вот это я вам обещаю. Если вы думаете, что можно взять одну таблетку по назначению врача или самостоятельно, и выпить ее, и все пройдет, все равно вернется. Понимаете? Надо немножко самому вникнуть. Как только вы начинаете вникать, вам открывается процесс, вам открывается суть проблемы, и вы знаете, что делать правильно. И уже даже думать не надо. Так, у меня неудачный опыт общения с гастроэнтерологом. Ничего не пояснили, только таблетки назначили. Гастрит стал лучше, когда перестал пить таблетки. Наоборот. Не долечили. Не долечили. Или не устранили причину. Два варианта. Либо забыли о третьей проблеме, кроме гастрита. Вот. Поэтому, ну, как вам сказать? Смотрите, сейчас уменьшили время на прием. В государственной системе, вот, например, в Москве, было раньше 15 минут, а потом сделали 12 минут, сейчас 10 минут на прием. 10 минут. Ну, реально? Реально за 10 минут что-то сделать? Я вот, например, лично не могу работать в этой системе, потому что мне, чтобы посмотреть живот, надо только 10 минут. Вот на днях приходила женщина, и мы с ней 20 минут разбирали, что у нее болит, потому что ей было сложно сформулировать. Понимаете? Просто вот разбирали. Она говорит, у меня изжога. Я говорю, это точно изжога? Она говорит, я не знаю. И мы начинаем копаться и ковыряться, потому что оказалось, что это вообще не изжога. Оказалось, что там жжение в горле есть, но и в то же время и изжога тоже есть. Но она запуталась, и надо было это разобраться. А если бы мы этого не сделали, что бы мы лечили? Фиг знает что. Понимаете? Вот если мы запнулись на этом моменте, и все. И ничего дальше не пошло. Если мы дальше не проанализировали причины, а причины же могут быть не только внутри организма, могут быть и внешние причины, их обследованием не проверить, про них надо спросить и узнать и подумать. И если человек сам об этом не подумал, то врач откуда узнает? Он не гадалка. Он, конечно, может судьбу увидеть у человека, но в том случае, если только он ничего не делает. А как это выяснить по-другому? Никак. Я могу в свои 70 лет претендовать на лечение атрофии метаплазии желудка, почему-то врачи не разделяют мои намерения. Ну, слушайте, вот ко мне приходила женщина в 69 или 65 лет ей было, и она говорит, я хочу вылечить атрофию. Я не вижу проблемы в этом. Очень хочу сделать колоноскопию. Делайте. Где вы видите прием? Я вижу прием в клинике, где я работаю, в двух конкретно. Они по ссылке в профиле есть, но там большая очередь. Так что, если вы готовы прийти в следующем году, welcome. В моей папке и за час не разберешься. Но вы-то, Павел, сами ее знаете, поэтому как только вы поймете, что именно там надо найти, вы сможете это сделать. Вот я сейчас объясню. Смотрите, мой личный рекорд, ко мне приходил пациент, у которого было 1127 страниц пронумерованных в пачке с анализами. Понимаете, я это все смотрел. Я это все смотрел впервые, поэтому мне приходилось на это тратить кучу времени. Если вот вы, например, Павел, да, зная свои результаты и то, что вы сделали, будете искать конкретно в этой пачке только необходимые вещи, вы найдете это намного быстрее. Правда ведь? Конечно. Потому что вы уже это знаете. И это реально экономит время. Но для этого вам просто надо узнать, что надо искать, на что надо смотреть. Вот и все. Все рекомендуют утром пить 2 стакана теплой воды. Это очень полезно или не обязательно. Смотрите. Над кун. Кун. Это не обязательно. Вернее, это обязательно не для всех. Потому что есть люди, которые реально пьют достаточное количество жидкости. Вот нет у них проблем. Пьют они, например, там свой литр, полтора, два в сутки. А есть люди, которые выпивают 2 стаканчика и все, понимаете? И это очевидно недостаточно. Из-за этого у них возникают проблемы с давлением, с почками, с кишечником, с кожей и так далее. И поэтому, а вот они говорят, приходят и говорят, я не могу, в меня не лезет, вот понимаете? Ну не лезет. Я говорю, 2 литра пива можете выпить? Да. А 2 стакана воды сверху? Нет. Потому что 2 стакана воды, они большего объема, чем 2 литра пива, понимаете? Ну, тогда в такой ситуации человеку нужен хотя бы какой-то ритуал, чтобы влить в себя воду. И этот ритуал работает. Вот если человек не допивает, он пьет 2 стакана воды утром, и у него становится хорошо. Как растворить камни в желчном пузыре? Не надо их торопиться и сразу бежать их растворять. Первое, надо проверить, они растворимы или нет. Второе, надо узнать, они продолжают расти или они сейчас не растут. Потому что, если они продолжают расти, у вас ничего не получится растворить. У вас туда насыпается песок, а вы его растворяете, насыпается, растворяете, насыпается, растворяете. Ничего не получится, отчаяние получится. Питание при рефлюксе дробное, не обязательно. Пью лекарства от давления и другие говорят, что нужно оберегать желудок и пить амепрозол. Ну, смотрите, надо знать, какие лекарства, какие конкретно лекарства. Потому что некоторые лекарства от давления не влияют на рефлюкс. Некоторые лекарства вызывают рефлюкс. Некоторые лекарства кардиологические вызывают гастрит. Некоторые не вызывают. А какие другие лекарства вы имеете в виду? Может быть, вы пьете концентрат из конопли, например, зарегистрированный в Штатах, и радуетесь, и думаете, что надо что-то еще для защиты желудка. Поэтому в зависимости от того, что вы пьете, анемия важная и интересная тема. Спасибо, что упомянули о проблеме. Многие не задумываются, не тестируют, а списывают на немощь, хроническую усталость, стресс и так далее. А именно в нашей стране есть такое базовое заблуждение, которое говорит нам вот о чем. Типа у меня гемоглобин 110 и это моя норма. Моя норма это полный бред, который существует только у нас в стране. Нет никакой моей нормы. Есть 120 плюс гемоглобин и все. И он не должен быть меньше ни у кого. Есть в организме жесткие константы, которые не сдвигаются ни у кого никак. Понимаете? И вот если есть у человека 36,6, понимаете? Вот они и есть. Ну там плюс-минус люк. И никто не говорит, что знаете, вот 39,5 это моя норма. А с гемоглобином так говорят. Почему? Да потому что не знают, как его проверить. Пытаются что-то сделать. Ничего не находят. Одним или двумя анализами. Вместо полнометражного поиска. И говорят, а это будет моя норма. Теперь я буду так жить. А он падает. Белок 60 пониженный. Связан с атрофией или метаплазией? Нет. Витамин D показан при заболеваниях печени и болезни крона. Повышен парад гормон АСТ и ЛТ. Смотрите. Важно знать, какое конкретное заболевание печени. Раз. И то, что связано с болезнью крона, должен вести врач. Потому что это серьезная проблема. Единственное, что вы можете сделать самостоятельно при болезни крона, это, знаете, как это обычно бывает, подвергнуть сомнению диагноз. Вот это полезно при язвенном колите и при болезни крона. Потому что бывает махровая болезнь крона. Там вопросов с диагнозом не возникает. А вот когда вроде бы есть, а вроде бы нет, вот здесь реально имеет смысл перепроверить и начать лечить это, как обычный колит. И есть там определенная методика, чтобы понять, это язвенный колит или не язвенный колит. Это болезнь крона или не болезнь крона. Хотите, Елена, кто был на гастрогруппе, посмотрите, у меня на сайте есть отзывы. Там что-то 800 с хвостом отзывов от тех людей, кто были на гастрогруппах. Конечно, не все оставляют отзывы, но те, кто оставляют, я прошу их делать объективный отзыв. То есть, говорить, что хорошо было на группе, что было плохо на гастрогруппе. И я конкретно спрашиваю людей, что бы вы хотели улучшить или ухудшить, или как-то изменить в гастрогруппе. Я ориентируюсь на эти отзывы сам, чтобы изменить гастрогруппы в будущем, чтобы они стали еще лучше. Поэтому вот все эти отзывы, они там так и выложены, как есть. Там написано, кому-то хватило поддержки, кому-то не хватило поддержки. У кого-то были сложности, у кого-то не было сложности. Посмотрите, если вам нужны отзывы, они там все написаны. Все лежат. Гипертрофический гастрит лечится? Да, это обычный вид гастрита, и он лечится. УЗИ кишечника информативно? Нет, не информативно. УЗИ кишечника ничего не показывает вообще. Во-первых, потому что УЗИ это звуковая методика, ультразвук. И в кишечнике огромное количество шумов и газов, которые создают помехи, и ничего не видно. И второе, УЗИ видит структуру только паренхематозных органов. Это те органы, которые имеют структуру, типа печень, поджелудочная железа, почки и пузыри. А кишечник туда не относится, потому что там внутри не пузырь, не жидкость. Поэтому ничего не видит. Единственный вариант, когда при тяжелых заболеваниях, при язвенном колите или болезни крона, используется иногда УЗИ кишечника, когда там уже кишка вот такая толстая стала, вся набухла, и там свищи ищут или что-то еще. Гастрит или кишечник провоцирует к перебоям в сердце. Скорее всего, ни то, ни другое. Возможно, рефлюксная болезнь или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, но не больше. Боль внизу живота, особенно при движении. В чем причина? Скорее всего, в каком-то воспалительном процессе, который имеет достаточно сильную интенсивность, что при движении механическое воздействие живота самого на это воспаление вызывает боли. Такое может быть при сильном воспалении яичников, такое может быть при сильном воспалении кишечника, и такое бывает при воспалении спины или мышц спины. Поэтому это тоже может быть. Важно понимать, какое конкретное место. При осмотре живота это можно понять... Пью... Так. Давайте посмотрим то, что вы прислали. Какие-то еще вопросы. Так. Вот, например. Здравствуйте. Почему доктор при гастроскопии не берет биопсию на гастрит? Сказал, что и так видит. Он же вам ответил. Именно по этой причине он ее и не берет. Он считает, что он и так видит. Чтобы это утверждать, надо иметь либо офигенный аппарат, и делать процедуру не менее 10 минут, и желательно с анестезией, потому что иначе не видно. Видно только на самых крутых, очень дорогостоящих эндоскопах, обычно японского производства, и в условиях анестезии, когда вы делаете гастроскопию во сне. Потому что тогда желудок не дергается, и под крупным увеличением можно хотя бы что-то увидеть. В другом случае глазами не видно. Именно поэтому классический западный подход предполагает, что мы берем биопсию по определенному протоколу из определенных отделов желудка. Потому что под микроскопом можно увидеть, есть там иммунные клетки, нет там иммунных клеток, есть там другие признаки воспаления, или нет там других признаков воспаления. Есть там нетипичные клетки, и посчитать количество клеток на единицу площади, или их там нет. Есть там видоизмененные мутирующие клетки, или их там нет. Если вы берете самый крутой эндоскоп и самые кривые руки, то все равно вы ничего не увидите Поэтому, если мы возвращаемся к реальности вот от этих рекомендаций, то в реальной жизни надо брать биопсию Вот так вот, понимаете? Можно, конечно, доверять эндоскописту, но я сторонник перепроверять Когда я работал в Германии, я делал гастроскопию и колоноскопию сам, своими руками Потому что там это стандартная практика, и все это в одних руках сосредоточено и гастро, и колоно, и УЗИ, и все остальное У нас это в нашей стране разнесено, и, наверное, с какой-то точки зрения это правильно Ввиду высокой нагрузки и особенностей вот именно нашей специфики российской Поэтому скажу вам по своему опыту, надо брать биопсию Так, давайте еще посмотрим Так, прям вот что-то огромное количество вопросов Я вот сейчас прям отлистаю какой-нибудь подальше, 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 подальше Случайный И какой-нибудь прям Может ли МРТ показать отсутствие рака поджелудочной железы? Крутой вопрос Прям бомбический Конечно, может Смотрите, когда мы ищем наличие рака, это одна история А когда мы ищем отсутствие рака, это вообще другая история Поэтому постановка вопроса, конечно, очень интересная Но надо понимать, что любое обследование, вообще любое, имеет определенную погрешность Как сам метод измерения Поэтому мы никогда не ориентируемся на данные только одного обследования Тем более надо понимать, что в отношении, например, поджелудочной железы Мы должны проверить не только ее структуру Мы должны проверить вообще, она выполняет свою функцию Есть там воспаление или нет Как работают протоки Как выделяются гормоны Поэтому одно МРТ, конечно, не покажет нам функцию поджелудочной железы Давайте дальше После салата с майонезом Вздутие, боли, несколько раз в стул Это панкреатит или кишечник Вы знаете, в таких ситуациях Обычно ключевое значение имеет вкус рук повара Потому что все салатики режутся вручную И если кто-то не помыл руки Или не помыл картофан Или не помыл зелень, которую в салат кладут Тогда очень часто это бывает просто какая-нибудь дрянь Какие-нибудь вредные вещества или вредные микробы Которые вас вынесли Они пришли с этим салатом И они хотят в нем жить И поэтому уходят вместе с этим салатом наружу Иногда бывает так, что Ну сколько в майонезе жира реально? Сколько вы съели? Вы положили две ложки На сколько? Вы посчитаете, сколько майонеза у вас ушло на салат На весь салат Потом отделите от этого ту часть Которую человек съел Там умножьте это на процент жира в майонезе И вы получите, что Это будет постный салат Практически постный салат Поэтому скорее всего Это ни кишечник, ни панкреатит Ну вернее, если кишечную инфекцию можно считать кишечником То да, кишечник Но иногда Такие кишечные инфекции За счет активации желудка Потому что все микробы и все токсичные вещества Падают сначала в желудок Вызывают Слышите? Видите? Вот Выделяется гормональный импульс желудка Который провоцирует нагрузку на поджелудочную железу За счет того, что раздражение пошло дальше по кишечнику Это может спровоцировать и нарушение выделения ферментов поджелудочной железой После того, когда инфекция дошла до кишки и начала поносить Тогда Возникает что? Правильно Проблема в кишечнике И тогда может остаться проблема надолго Надолго Вот в чем дело Но пока вы не будете есть новый салат Она не будет давать о себе знать Поэтому, друзья мои На сегодня мы заканчиваем Жду завтра всех, кому интересно узнать про гастрогруппы На вебинаре в 16 часов по Москве По ссылке в профиле регистрируйтесь Завтра встречаемся на прямом эфире Наверное, чуть раньше, чем 16 часов И что? А вы думайте? Берегите себя, свой кишечник Попробую выложить эфир До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok